Национальный банк больше не будет принимать старые банкноты образца 1993 года. Сегодня истек срок приема Национальным банком страны банкнот номинал 1, 3, 5 тенге, 10, 20, 50 тенге, а также 100 тенге. Подробнее далее. Одним из обязательных символов независимого государства является его национальная валюта. Историю любого государства включает в себя и историю его собственной валюты, введение которой случается лишь однажды. История национальной валюты многих стран формировалась в течение многих веков. Любая национальная валюта олицетворяет собой прошлое, настоящее и будущее страны. История же тенге, национальной валюты Республики Казахстан, началась с указа президента от 15 ноября 1993 года. Изначально банкноты были номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. Однако 6 лет назад, 15 ноября, в оборот вышли банкноты нового дизайна, без привычного изображения альфа-раби на купюрах всех достоинств. Но с национальными символами независимого Казахстана. В течение прошедшего года банкноты старого и нового образцов ходили параллельно. Старые купюры во всех филиалах Нацбанка принимались еще несколько лет. Деньги, вышедшие в отставку после подтверждения их подлинности, обменивались на новые. Однако теперь эти купюры и вовсе утратили свою ценность. Национальный банк не будет принимать старые банкноты. 14 ноября 2012 года завершился обмен банкнот образца 1993 года номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. Срок обмена завершился только банкнотой этих номиналов. Вчера был вопрос, задавали вопрос местные жители, что путаются монеты, я не думаю, будут меняться. Циркуляционные монеты, которые на сегодняшний день в обращении, остаются в обращении. Анышо Карбек, Ужас Габбас, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинск.